Добрый день дорогие друзья, меня зовут Сергей Лукашевский и мы с вами на канале Страна и Мир с нашей регулярной программой разговоров о главном с руководителем проекта ReRussia Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день. Добрый день. Это приложение для Android и iOS, которое можно скачать и слушать радио, где собраны этот и другие подкасты от самых разных независимых медиа и подкаст-студий. Кирилл, мы с вами не разговаривали две недели, мы пропустили одну нашу передачу. Сейчас такое время, с одной стороны, когда очень много проходит разнообразных форумов и конференций, где стараются подводить итоги. И Страна и Мир проводила такое же как раз в прошлую, ровно в прошлую пятницу, где эксперты пытались дать какую-то общую картину того, что происходило в течение всего года. И думаю, что в этой ситуации мы смотрим на каком-то более длительном промежутке на наши события. И, конечно, в первую очередь, как обычно, на события на линии фронта. Но видим, что уже долгие месяцы очень мало изменений. Украина пытается воевать на своем плацдарме на левом берегу Днепра. Россия пытается наступать в районе Авдеевки. Тем не менее, ряд экспертов, например, Николай Митрохин в своем обзоре видит, что у этой ситуации, кроме ее патовости, есть еще все-таки некоторые специальные, опасные для Украины измерения, что Украина, возможно, проигрывает войну дронов. И вот как раз в прошлую субботу был очень сильный налет на Киев. Украинцам удалось, с одной стороны, сбить, как они заявляют, большинство, подавляющее большинство дронов, 71 из 75. И, тем не менее, был нанесен довольно серьезный удар по энергоинфраструктуре. И опять очень много людей в украинской столице остались без света. Вот как мы сейчас можем смотреть на это, я бы сказал, кровавое затишье на фронте? Да, я согласен. Как раз то, что я хотел сначала сказать, сначала у меня пришло это в голову, что мы говорим, что не происходит ничего. Это не совсем так. На фронте происходят разные отсутствия. Ну вот, например, я уже об этом говорил, уже довольно давно исчезли, как-то из информационного, вернее, не совсем исчезли, но очень потеряли в информационном пространстве свое место, истории про то, как налеты дронов на Россию. И вдруг это как-то все остановилось, и не слышно ничего про это. И это было заметно. Но есть и вторые новости, которые отсутствуют, но которые заметны. Например, наступление на Авдеевку, оно было очень интенсивное, оно привело некоторое время назад к масштабу потерь, который, вот, ну, текущих потерь, который был сравним, по всей видимости, сравним с периодом наиболее интенсивных боев за Бахмут в начале этого года, 23-го года. Потому что вот по проекту «Язон» и «Ви-Би-Си», где они устанавливают по открытым источникам, там выяснилось, мы были раньше подробно писали про эту статистику, вдруг подскочили вот данные, которые в текущем режиме они собирают, подскочили там в 2,5-3 раза. И это свидетельство о том, что очень напряженные бои, Россия пытается атаковать, пытается, значит, захватить Авдеевку, и судя по тому, что отсутствуют новости про это, это не удалось. Это не удалось, но потери были очень высокие. И это важный эпизод нынешнего этапа войны, который вновь как бы демонстрирует вот такой взаимный тупик. Как бы обе стороны вполне способны обороняться пока, но не способны наступать. Но вот этот вот всплеск масштабов потерь под Авдеевкой, который случился с конца октября и в ноябре продолжался, его необходимо отметить как важный такой, важный сюжетный поворот нынешнего этапа войны. Ну, а дальше, да, действительно такой тупик, и этот тупик, ну, как бы он очень с тобой обсуждается, ну, является главной сегодня темой обсуждения, одной из главных тем обсуждения в экспертной среде, особенно на Западе, мрачные всякие выходят статьи. И этот тупик, он состоит в том, что он, этот тупик не только на поле боя, вот мы как раз опубликовали вчера вечером, в пятницу вечером, материал, который посвящен этому. И действительно, как бы осознание того, что наступление, контрнаступление Украины провалилось, оно привело западных политиков и экспертов в некоторый ступор. То есть не только оно одно, а совокупность. Вот это приближающаяся выборная кампания США и ее перетурбации и драматические, война в Израиле и поражение, значит, ну неудача, контрнаступление, они сформировали такую гремучую смесь какого-то полного ступора, как кажется, по крайней мере, у западных союзников Украины. И это, это самое главное, как бы, ну вот, наш материал, который мы вчера вечером опубликовали, это попытка там суммировать какие-то статьи на эту тему, экспертные какие-то брифинги, о том, а что, собственно говоря, доделать дальше. И мы видим, что как бы в таком поверхностном, в первом приближении, что первая реакция, что вот не удалось контрнаступление, ну, значит, надо там садиться за стол переговоров, надо объяснить Зеленскому, что он должен сесть за переговоров, за стол переговоров. Но это такая фиктивная позиция, такой позиции нет, нет такой опции, да, потому что сесть, просто сесть за стол переговоров с ничем нельзя. И Путин совершенно не намерен садиться за стол переговоров, хоть мы уговариваем Зеленского, хоть не уговариваем Зеленского. Он считает, что он сейчас в сильной позиции, и нужно ждать. однако же вот тот суммир вот те как бы высказывания на эту тему и те анализы, которые там нам встречались в разных тинк-тенках, становится ясно, что ключом сегодня является как бы, ну, даже чтобы сесть за стол переговоров, у тебя должна быть стратегия, которой ты будешь придерживаться, если вот противник не садится за стол переговоров. И в этом смысле как бы такие наиболее осмысленные высказывания разных экспертов и тинк-тенков, они сводятся к тому, что, ну, вот контрнаступление была, была некоторая иллюзия, было некоторое представление, что удастся таким Украина, получив оружие от Запада, сумеет таким контрнаступлением серьезно изменить баланс сил. Здесь были два, две оружия и довольно долго поставляют, а во-вторых, что за это время россияне, российская армия, Путин тоже подготовились к этому контрудару и были к нему гораздо лучше готовы, потому что в представлении этой вот общей концепции представлялась российская армия в том состоянии, в котором она была там на начало 23-го года и на осень 22-го, начало 23-го, а к лету 23-го она уже оказалась в другом состоянии. И здесь чрезвычайно важно, как бы, поняв, что эта стратегия, она оказалась нереализуемой, очень важно перейти к другой стадии и к выработке некоторой долгосрочной стратегии, что Украина теперь будет делать, что будут делать западные союзники Украины. и это логично, это логично и только с такой концепцией, причем реалистичной концепцией, можно, тогда можно открывать, можно открывать даже опцию переговоров, но как бы переговоры без долгосрочной стратегии, которая будет выглядеть, она будет выглядеть правдоподобной и будет уверена, что Запад будет ей следовать, без этого переговоры, любая идея переговоров превращается в капитуляцию, потому что вам не о чем, не о чем сказать Путину. Да, Кирилл, кажется, что ведь действительно у обеих сторон, я имею ввиду сейчас и Украину и Запад, у них у каждой по-своему нет своей стратегии, для Украины очень трудно перейти от мысли, что мы сейчас вернемся территории, включая Крым, какой-то иной стратегии, не сделаем это быстро, а для Запада, я так понимаю, что им трудно дается мысль о том, что действительно помогать надо гораздо больше и вообще перестраивать всю свою экономику на военный лад и как бы жизнь в большую степень им тоже придется. Ну, я не думаю, что так радикально, что им придется перестраивать жизнь на военный лад, даже в России не перестраивают свою жизнь на военный лад, там часть экономики как бы работает на войну, но, в общем, это, мне кажется, немножко преувеличение, но прежде всего, конечно, это касается Запада, потому что Украина не может выстроить стратегию, не зная, какие она ресурсы получит от Запада, поэтому этот мяч на стороне Запада, и здесь стратегию невозможно выстроить, потому что здесь выборы, здесь, значит, левые за палестинцев, правые за Израиль, и тоже непонятно, как бы, что происходит и что будет, а кроме того, если мы говорим о Европе, непонятно, а что будет с Соединенными Штатами и как они будут дальше в этой картине выглядеть, то есть, как бы совершенно невозможно выстроить картину, выстроить стратегию, когда ты не знаешь в американской политике по поводу внешней политики, по поводу у нас тоже был, мы тоже прописали, в американской политике нету консенсуса по поводу общей стратегии, потому что значит, трамписты это одна концепция, республиканцы традиционные, это другая концепция, демократы это третья концепция, а левая демократы это четвертая концепция. Это интересная картинка, но с другой стороны нет понимания, если какая будет, какие будут отношения между Европой и Соединенными Штатами, если придет Трамп, или если останется Байден, это разные истории и разные стратегии, поэтому Запад как бы находится в полном дедлоке по поводу того, как выстроить эту концепцию, а без нее все начинает сыпаться. И еще очень важно, чтобы эта концепция была серьез, потому что вот эти заверения в неизменности поддержки Украины, в неизменности в том, что помощь будет предоставляться и дальше, они все уже совершенно не впечатляют, и главное, они не впечатляют ни Россию, ни страны глобального юга. Мы уже говорили, и еще раз необходимо повторить, что с точки зрения Запада Украины не удалось контрнаступление. С точки зрения глобального юга, Пекина и Москвы у Запада не удалось помочь Украине. И это разные истории, а Запад пытается говорить про эту историю другую, а там она выглядит по-другому. И в принципе контуры такой стратегии они обсуждаются, и вот мы пишем про это, обсуждаются аналитиками, да, это должна быть такая стратегия, которая на сегодняшний день утверждает, что она не говорит про мирный переговор, она говорит про то, что возвращение оккупированных территорий остается стратегической целью и Украины, и Запада. Но движение к этой цели может включать себя, оно может быть более длительным и включать себя разные стадии. Это первый элемент. Второй элемент это я пересказываю такой summary тех аналитических рассуждений на этот счет и записок, которые мы анализируем в нашем последнем материале, вышедшем вчера вечера. Второе это скорее всего Украине нужно перейти в ближайшее время к стратегии активной обороны. Активная оборона означает, что в принципе это оборона, хотя она не исключает ударов, каких-то прорывов, это непрекращение военных действий. Оборона здесь есть некоторое, когда у нас как бы первый год войны вплоть до там лета прошлого года, до начала осени прошлого года наступала Россия, потом совершился прорыв украинских, да они освободили часть территории, потом опять Россия наступала на Бахмут, и мы видели, что происходит истощение российских сил, что это сложно. Теперь летом у нас Украина наступала наоборот на российские позиции, и тоже изрядно истощила свои силы. В принципе в обороне находиться в такой ситуации выгоднее, когда у тебя нету преимущества, которое может быть реализовано, то страна, которая пытается атаковать, она теряет больше. В этом смысле для Украины есть опция сейчас перейти к активной обороне и пытаться как-то улучшить ситуацию на тех 80 процентах территории, которые она до сих пор контролирует. еще один важный элемент этой стратегии долгосрочной обороны. И дальше третий важнейший элемент это действительно серьезное обсуждение с Западом и выстраивание плана, когда Запад сможет поставить то оружие, которое нужно и столько, сколько нужно, и чтобы выстроить какую-то реалистичную стратегию, которая будет убедительна. И когда определится эта реалистичная стратегия, что Запад может предоставить, какие сроки, что может Украина с такими ресурсами делать, какие у нее открываются возможности, вот это будет уже момент, когда мы скажем, что да, эта стратегия готова. И здесь ситуация выглядит так, что сегодня есть ощущение у всех, что Путин выигрывает войну на истощение у Украины. И действительно есть некоторые знаки этого, но и это к тому, о чем Лузин говорил на конференции «Страна и мир», на самом деле стратегия Кремля заключается не в том, что Кремль готов к войне на истощение, а она заключается в том, что он демонстрирует готовность к войне на истощение, полагая, что это приведет к снижению желания Запада помогать Украине. И что Запад как-то сделает степбэк, отступит. Это в некотором смысле повторение, если на это посмотреть, дело так, повторение того, как Кремль начал эту войну, как Путин начал эту войну. Он двинулся на Киев со своим Блицкригом, считая, что демонстрация силы раздвинет перед ним море, и он войдет в Киев. У него на самом деле, как выяснилось очень быстро, не было ресурсов, чтобы взять Киев. Но он пытался их продемонстрировать. Точно так же сегодняшнюю ситуацию можно интерпретировать в том же ключе. На самом деле, если Путин окажется в ситуации, когда действительно западные поставки и западная помощь позволяет украинской армии продолжать войну в течение длительного времени, может оказаться, что у него не так много ресурсов на то, чтобы вести войну на истощение в течение длительного времени. Это тоже некоторый такой блеф. И в этом смысле вот эта стратегия выстраивания долгосрочной стратегии и ресурсов под нее, она очень важна, потому что она как бы сдвигает оптику и на самом деле она позволяет, возможно, позволит увидеть, что позиции Путина не так надежны, как сегодня это кажется, когда Запад не знает, что делать и готов отступить, считая, что Путин ведет успешную войну на истощение. Да, вот, собственно, я хотел спросить на этом месте, да, Кирилл, а у Запада-то есть ресурс даже не вести с Путиным войну на истощение? Хотя вот интересно, Александр Баунов тоже на нашей конференции говорил о такой стратегической ситуации матрешки, когда Россия ждет, когда истощится Украина, Запад ждет, когда истощится Россия, Россия тоже ждет, когда истощится Запад. Но у Запада есть ли ресурс даже просто выдержать эту, не знаю, это противостояние угроз, да, это противостояние уверенностей? Я сейчас имею в виду даже не чисто финансовые ресурсы, а ресурсы, например, там, общественного мнения, да, если посмотреть, как, да, что происходит, когда там в Голландии, побеждает партия, хоть и правая, но выступающая против поддержки Украины, да, и в Соединенных Штатах, как мы говорили, до этого в демократическом лагере, да, в трампийском лагере снижается готовность поддерживать Украину, а главное сейчас вот по тому материалу, у вас тоже на рерашебл материал о том, что, собственно, в Штатах позиции Байдена начинают падать в преддверии выборов, в том числе из-за палестино-израильского конфликта. Да, но здесь сразу несколько вопросов. Хватит ли у Запада ресурсов? Вот здесь я на одной конференции был, и там тоже спрашивали, что вот война в Газе, война в Израиле оттягивает американские ресурсы, и, значит, на Россию, на Украину не остается. Это не проблема ресурсов. И у Европы, и у Соединенных Штатов хватит ресурсов на то, чтобы поддержать Украину. Это вопрос политической воли. Это вопрос политической воли и убежденности. И здесь, как всегда, мы имеем ситуацию курицы и яйца, которая, в принципе, такая фундаментальная ситуация для мира и для всего, что, ну, для очень многих вещей. Как бы из видения плана рождается убежденность его достижимости. Она создает базис некоторый, который может возникнуть, базис для некоторой мобилизации, я имею в виду общественной мобилизации. Отсутствие плана, отсутствие виденья. Оно создает, наоборот, тупик и фракционность, и неуверенность, и все вот это. Где здесь курица, где яйцо? На сегодняшний день мы видим, да, что есть фракционность, тупик, ощущение того, что невозможно ничего сделать, которое нарастает с каждым днем. Это не значит, что это какая-то объективная реальность. Это некоторый такой снежный ком неуверенности и расколов. Безусловно, есть право как бы это поправение Европы. Ну, мы не знаем, куда оно прикатится, все за ним наблюдают, все им ошарашены, мы не знаем, куда оно прикатится и как бы какой будет у этого корнец, какой будет предел, куда это может дойти, но очевидно, что это на самом деле результат растерянности в противоположном лагере, который ощущает себя как-то неуделан, повторяет слова, которые не доходят до избирателей, он что-то не может сформулировать. Это же там происходит в не меньшей степени, чем мобилизация на правом фланге. И, ну, вот это, да, это и есть это курица-яйцо, безусловно. Когда была началась война в Украине, то это выглядело как конфликт, в котором точно известно, кто агрессор, кто жертва. И Запад настаивал на том, что это очевидно и это не двусмысленно. Здесь никакого вот обаутизма не должно быть. Здесь вот есть ясный агрессор, который напал на жертву. А в то же время в странах глобального юга на конфликт смотрели несколько иначе. И на конфликт смотрели так, что да, Россия выступает агрессором по отношению к Украине, но Запад выступает агрессором по отношению к России, прессуя ее, посылая оружие, в общем, он как бы атакует Россию, он угрожает России, он прессует ее санкциями. И неважно, что это как ответ получилось, но как бы с точки зрения вот этой более широкой перспективы перспективы глобального юга, Запад является, а Россия является жертвой, а Запад всегда является такой прессующей стороной, этим самым полицейским в пробковом шлеме, которого когда-то Путин сфантазировал. И вот значит, это был взгляд глобального юга, а на Западе говорили, нет, здесь совершенно все однозначно. И вот мы теперь сталкиваемся с войной в секторе Газа, и что говорит нам европейское общественное мнение, оно говорит, что непонятно, кто жертва. С одной стороны, безусловно, мирные израильтяне, на которых напали террористы Хамас, жертвы, но с другой стороны, жертва палестинцы, живущие в секторе Газа, и не важно, что это был ответ на атаку Хамас, они жертвы. Это две разные концепции. В первом концепции почему была важна вот это такое понимание украинской войны, потому что за ним шло не раскол Запада, а такое укрепление единства Запада. А когда нам показывают другой конфликт, в котором характеризуется это другое понимание конфликта, оно характеризуется тем, что правды нет, это true of decay, что правда распадается, и правда у каждого своя. И эти стороны не могут прийти, вот нет такой вот ценности, в которой мы объединены, потому что мы смотрим из этого угла, и правда такая, а вы смотрите из того угла, для вас правда такая. и этот конфликт в Израиле возвращает эту штуку, с которой боролись, когда обсуждали конфликт в Украине, он возвращает ее обратно. И действительно, Запад сегодня в некоторой растерянности, потому что у этих такая правда, у этих такая правда, и непонятно, что. это все к тому, что этот конфликт, безусловно, конфликт в Израиле, он, безусловно, нанес очень удар, большой удар по единству Запада, которое ощущалось как достижение после нападения Путина на Украину, и добавил этой самой растерянности. Но все равно как бы здесь это не вопрос денег, это не вопрос денег, но это вопрос борьбы идей, борьбы воль, то, что происходит на Западе, это вопрос прежде всего этого, а не денег. И тогда, когда теперь западные, те же западные финтентки говорят, что у Европы есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне между НАТО и Россией, которая с тем большей вероятностью не случится, тем больше к ней будет готова НАТО. То есть получается у этой абсолютно понятной и очевидной стратегической ситуации может не оказаться достаточной поддержки в общеевропейском пространстве? Ну, может быть, нет, вот идея этого самого доклада, о котором вы говорите, который мы обсуждали, реферировали, она заключается, она очень правильная, такая антирефизионистская идея, и это то, что еще нету понимания в основном на Западе, что как бы вот, ну, что на сегодня мы видим, Запад не сумел остановить Путина с помощью санкций, не сумел остановить Путина с помощью поставок вооружений Украине. Что будет дальше? Дальше некоторые говорят, ну, давайте заключим тогда вообще мир какой-то, там заставим Зеленску заключить мир. Это не будет никакого мира, потому что эта вот спираль ревизионизма, она устроена таким образом, что если вы не сумели, значит, вас будут пробовать еще дальше на вашу устойчивость, да, а Запад все время очевидно, совершенно, что Запад как бы преувеличивал свои возможности и ему все время показывают, что его возможности недостаточно для того, чтобы сделать то, что он декларирует, что он будет делать. И эта спираль ревизионизма, она подогревается этой ситуацией, когда Запад говорит, а мы вот тогда вот так вот, а ну и что? И вы ничего не можете сделать, а мы тогда вот так, а ну и что? И как раз идея доклада этого немецкого общества внешней политики идея доклада, что необходимо сейчас готовиться к прямому столкновению НАТО с Россией, не преуменьшая его возможную мощь, и поскольку ты будешь готов к нему, то он и не случится. А если твоя готовность будет ставиться под сомнение, то он более вероятен. И это, безусловно, попытка сделать то, что пока не удавалось, то есть, по крайней мере, это интеллектуальное упражнение, это просто доклад экспертов, что пока Западу не удавалось сделать до сих пор, а именно сделать что-то, что будет пользоваться доверием, что будут вынуждены с чем-то считаться, потому что если это сказано, это будет сделано. Пока это не получается так, и поэтому все время надо отступать дальше на разных рубежах. Вот мы уже обсуждали тоже этот доклад Рент о том, что Южная Корея теперь хочет создавать ядерное оружие, население хочет создавать, потому что они не уверены, а действительно ли этот зонтик американский, он так надежен, что а не то, что в какой-то момент американцы решат, что им из-за того, что у них стратегическое соперничество с Китаем, где-то можно отступить и как-то по-другому интерпретировать свои обязанности. И это та же самая спираль ревизионизма. Спираль ревизионизма еще ее двигателем является то, что та сторона, которая атакует, оспаривает сложившийся порядок, она заведомо слабее, но ее готовность к риску гораздо выше, в то время как та сторона, которая защищает, вот этого аспаривания защищается, она считает, что у нее есть ресурс, и что она может отступить, потому что ресурс-то у нее есть, а сейчас только не время его использовать, пока не обнаруживается, что там ресурс гораздо меньше, потому что он растрачивается в такой ситуации. но Россия, как кажется, риторически, вроде как, с одной стороны, с удовольствием включается, вот, не знаю, читают ли, прямо, успели ли уже прочитать в российском медиа этот доклад, но замминистра иностранных дел Сергей Рябков уже успел сообщить, что Россия, безусловно, готова к столкновению с НАТО вот прямо сейчас. И, в общем, они, так я понимаю, в эту спираль зимонизма добавляют свою небольшую спираль эскалации. Ну да, конечно же, то, что говорит российский замминистра, он чего, иностранных дел или Министерство обороны? Иностранных дел, иностранных дел. Да. в принципе, не важно, и те, и другие как бы абсолютно не патентованные вруны, и в них никто не верит. Но, в принципе, как бы, как говорят от заклада, там за 5-6 лет, опять же, это не будет это не будет возможность, это не будет создана какая-то армия, которая может убить НАТО. Но это и не нужно никому. Это будет армия, про которую не очень понятно будет, как бы, что делать с ней в случае, если она совершит мощные провокации и как дальше поступать. И здесь очень много непонятного и нету уверенности, что там она сможет нанести такой ответный удар без использования ядерного оружия, который будет очевидным каким-то поражением. и поэтому необходимо готовиться к этому новому типу войны, конвенциональной войны, который был несколько отодвинут, такие сценарии были несколько отодвинут в сознании населения и элит. Но еще одна проблема, которая видна и в этом докладе, потому что в этом докладе говорится о том, что необходимо подготовить силы НАТО. И тут же говорится о том, что необходимо подготовить немецкую армию, потому что неизвестно вообще, а будет НАТО через 10 лет или не будет НАТО. И этот вопрос он не праздный, он заставляет как бы Европу тоже метаться между разными стратегиями. и на самом деле вот там когда Европейский Совет по праву человеку, Европейский Совет по внешней политике, такой СНТ, который в Лондоне и в Берлине располагается, выпустил некоторое время доклад, там говорится, что вот страны глобального юга, они жители их, они знают, что в Европе жить хорошо и в Америке они знают, вот ценность Запада они понимают и ценят, но в то же время они не уверены, что этот мир сохранится через 20 лет, они считают, что вероятность распада Евросоюза, НАТО, кризиса Запада достаточно велика, и это как бы такое довольно мощное убеждение их, и с ним надо что-то делать, потому что вот с их точки зрения как бы мягкая сила Европы это большая ценность, но она проиграет жесткой силе, которую представляют там такие страны авторитарные страны, называющиеся авторитарные страны, которые имеют это жесткая сила, имеют большие перспективы исторические таким образом, и это то состояние умов, которое отражается в кризисе Запада, или политический кризис на Западе отражается в нем, опять-таки курица яйцов встретились наконец, но не знают, кто из них был раньше. Вот это две стороны этого кризиса, с одной стороны это ощущение такой раздвоенности, рассерденности в западной политической среде, а с другой стороны это убежденность рвающихся стран, что это, конечно, очень классно, как на Западе, это лучшее с точки зрения стандартов жизни, с точки зрения уважения прав человека, это тоже глобальный юг вполне это понимает, но у этого нет перспективы, потому что за этим нет какой-то силы воли, это вот то состояние, которое мы наблюдаем. Да, вот у российского руководства, во всяком случае, у Путина силы воли-то кажется достаточно, но тем не менее мы все время в течение последних как раз двух недель обращали внимание на то, что возможно его уверенность в собственно российском населении оказывается несколько завышена, и вот сейчас ситуация с мобилизованными, которых не отпускают, да и непонятно когда отпустят домой с протестами жен мобилизованных, она высвечивает возможно некоторые те слабые точки с которыми путинский режим может столкнуться в ближайшее время. Да, хотя неизвестно насколько в ближайшее время, это очень интересная история с женами мобилизованных, и мы тоже сделали такой обзор про женами и матерями, там как бы родственницами мобилизованных, обзор про историю этого движения, это довольно неоформленное движение, и надо сказать, что вот на сегодняшний день мы не видим такой особой организационного потенциала в нем, там есть как бы лоэлистское и нелоэлистское крыло образовались, в принципе тема оказалась она вот с сентября, мы смотрим за ней и следим, что она вышла в конце августа, в сентябре, когда подходил срок года, что вот их за год уже как взяли, очень там рост был большой, запросов Яндекса, тема как бы вошла в такое вот в актуальное поле, но и что как бы интересно, что произошло вот в ноябре непосредственно произошло, это то, что в этом протесте возникло такое более радикальное крыло, которое значит вот пыталось выйти на митинги, потому что в течение года значит эти мобилизованные родственницы, их как бы такой политические голоса, они были либо абсолютно луэлистскими, типа вот верните наших мужей, возьмите кого-нибудь другого, там хотя бы иммигрантов, иммигрантов возьмите, давайте повышать престиж военной службы, мы будем пропагандировать контрактную армию, чтобы можно было когда там наберут 500, там лишь 700 тысяч наших отпустят, это все были абсолютно такие запросы к властям, там через депутатов они заходили, была у них одна попытка такого политического голоса себе найти, и они его искали весной, в начале лета, как бы они скорее искали в зоне Пригожина, в зоне такой турбопатриотизма, что типа вот эти вот генералы, эти бюрократы военные, зажравшиеся, они все неправильно делают, и они вот наших мужей и сыновей мучают, там не отпускают, потому что не умеют нормально сделать все, это как бы попадало в створ Пригожинского дискурса, но это быстро кончилось, вот, здесь попытка другого, найти другой язык, другой нарратив, значит, это такой уже, он довольно антипутинский, он все равно совмещает в себе патриотический дискурс, они говорят, что это ни в коем случае мы ничего не имеем против священной обязанности защищать Родину, речь не о том, а речь идет о справедливости, вот, но это такая, такие важные попытки нащупать этот нарратив антивоенный, но в то же время дистанцирующийся от либерального антивоенного, антивоенный патриотический нарратив, и это, у этого есть, судя по всему, большой, большие перспективы, потому что мы видим все-таки, что такой турбопатриотизм в социологических данных, он как бы сжимается, вот это ядро настоящих любителей войны, оно умаляется, его, кстати, очень сильно поддерживал, как вы, как теперь видно, Пригожин, да, потому что Пригожин создавал и эту следу военкоров, и собственную риторику, такую мощную риторику, которая была против властей, с одной стороны, а с другой стороны, за такой вот турбопатриотизм, антибиократический турбопатриотизм, да, и это получалось, а сейчас он исчез, и поэтому вот те, кто последовательно поддерживает войну, их, это ядро, оно сжимается, это видно, что оно сжимается по многим опросам, вот, но и в этом смысле расширяется поле для вот такого антивоенно-патриотического дискурса, но пока как бы вот это такие такие всполохи или какие-то такие предчувствия каких-то, пока мы нельзя сказать, что какое-то массовое движение вот с этой, с этими нарративами, с этой риторикой мы наблюдаем. Но есть ощущение, что при этом российские власти действительно серьезно опасаются любых каких-то проявлений среди собственного населения. Вот я посмотрел с интересом, что после событий в Дагестане, в Махачкале сейчас уже на данный момент 400 человек задержанных за нарушение правил проведения массовых мероприятий, как это обычно называется, и 27 арестованных по делу о массовых беспорядках и уголовное дело таки завели. При всем том, что казалось бы, этот протест укладывался в некоторый общий такой разворот российской внешней политики от балансировки на Ближнем Востоке в сторону палестинской позиции. И с другой стороны, и это тоже стало сейчас предметом активного обсуждения, стало известно о новых методах контроля общественного мнения, когда вот эти фабрики троллей, пропродуцировавшие бесконечные комментарии, вообще разрушавшие любое поле общественной дискуссии, власти стали переходить к симулированию, просто к симулированию поддержки через гораздо более массовые слои, просто обязывая это делать бюджетников. это как бы стандартное поведение режима, который просто в силу своей природы хочет заранее закрутить вообще все возможные гайки, построить все возможные механизмы, или в этом есть в общем страх перед обществом, от которого ждут, что оно сейчас вот возьмет и отвернется и в самый важный момент предаст своего правителя? Ну, мне кажется, что как бы здесь несколько аспектов и базовая все-таки базовая рамка для режима, для понимания его, она состоит в том, что эта война, которую режим развязал и масштаб этой войны, он остается непонятным и непринятым обществу. Он непонятным обществу и непринятым им. И все понимают, что это так, и в этом смысле существует страх перед будущим, когда все раскроется. Это понимание есть. И все эти разговоры, такие риторики, которые оправдывают войну, ты понимаешь, что нужно выстраивать какую-то огромную машину, чтобы доказывать, что это правда, хотя это неправда. И это должна быть машина репрессивна, она должна контролировать культуру, она должна быть тоталитарной, чтобы удерживать эту неправду в качестве правды в течение длительного времени. и безусловно есть ощущение, что ресурсов на это не хватит и в этом есть большие сомнения. Она пока держится, это неправда, но ощущение, что она стоит на глиняных или картонных ногах, это неправда, и в момент турбуленции может повалиться, оно довольно сильное, на мой взгляд, несмотря на все успехи, а успехи есть, и в экономике все нормально, и протест спадает, потому что там по формальным, когда мы смотрим по просто по количеству динамику, мы видим, что убывает число репрессивных кейсов, там уголовных дел, административных там дел тоже за антивоенной позиции, оно убывает, потому что люди адаптировались и они знают это нельзя, и мы не будем говорить, будем молчать, но в то же время все знают, что это картонный, тут нарисован какая-то картонная штука, и что она может обвалиться, и мне кажется, что вот это очень важное понимание, нужны очень большие ресурсы, чтобы ее все время удерживать, чтобы эта декорация стояла, в то же время все понимают, что это декорация, и испытывают тревогу по этому поводу, такой мандраж какой-то будущего. Вот, в этом смысле это действительно противоречивая картина, она такая противоречивая стабильность, и это, на мой взгляд, ну, такой основной драйвер общественных, основной драйвер для режима, который именно боится этой перспективной неустойчивости этой картинки. вот это чудовищное решение Верховного Суда о запрете некоего всемирного движения ОГБТ, это вот еще одна такая же подкорка. Да, это страхи, истерики, но как бы у нас ведь вообще у путинского режима есть такой прием, давно уже очень, это такой репрессивный популизм. Репрессивный популизм это, вот помните, с чего начинаются там такая репрессивная практика. Там ужесточаем статьи о терроризме. Очень большой страх терроризма. Мы сейчас ужесточим статьи, и никто не возражает, потому что все так боятся терроризма. Действительно, он был довольно ужасный в России по своим масштабам в 2000-е годы это были чудовищные и колоссальные теракты и здравоохранения домов, и захват центра на Дубровке, и Бесланская школа. И когда возникает повестка борьбы с терроризмом, то давайте больше принимайте статей, больше сроки. и репрессивной риторики и репрессивной идеологии правительства. И то же самое с экстремизмом происходит, когда вы этот экстремизм запускаете, у нас экстремисты всюду, они там могут людей убивать, это ужасно, это недопустимо, это надо погасить. И вот мы принимаем согласенство об экстремизме, потом экстремистам оказываются Навальные и его соратники. за счет этого популизма репрессивного мы проталкиваем какие-то вещи, но с другой стороны люди видят, что экстремисты объявляются совсем не тех, которые не экстремисты. И поэтому нужно обновить этот репрессивный популизм. И вот экстремистское законодательство его должна поддержать такая гомофобия, которую они промотируют, она должна его поддержать этот тренд. Большое спасибо, Кирилл. Действительно, мы смотрим все время на нынешнюю ситуацию, как с одной стороны на стратегические метания, в которых Запад должен наконец определиться со своей позицией и стратегией по поводу будущего, потому что он столкнулся не только в лице России, но и в лице Китая и многих других сильных стран среднего уровня с серьезным вызовом себе и тем ценностям, которые он продвигает, с другой стороны, и в России мы видим, что несмотря на то, что кажется, по внешним параметрам у режима получается удерживать эту ситуацию и даже ставить перед собой такие амбициозной задачей все-таки выиграть это противостояние, тем не менее, он сам все время находится в страхе и не может вполне доверять ни собственному населению, ни собственной системе. Давайте на этом тогда мы сегодня остановимся и действительно продолжим через неделю наши разговоры об основных событий. Спасибо. До свидания. Спасибо.